Диафильм Мэри Поппинс В одну обыкновенную лондонскую семью поступила необыкновенная няня Мэри Поппинс, с приходом которой в доме начались разные чудеса. Диафильм Мэри Поппинс Мэри Поппинс Мэри Поппинс подошла к окну и бросила быстрый взгляд на улицу. Я знаю эту корову. Это знаменитая рыжая корова. Она была большой приятельницей моей матери. Ой, расскажите, Мэри Поппинс! Пожалуйста, Мэри Поппинс, расскажите! Мэри Поппинс смотрела куда-то вдаль, словно видела то, чего никто не мог увидеть. Давным-давно эта рыжая корова жила на самом лучшем лугу, Заросшим лютиками величиной в блюдечко и одуванчиками, стоявшими рядами, словно солдаты. Она была важной и приличной коровой. Все считали ее очень почтенной дамой. И она была очень занята делом. Занята с утра до вечера. Целый день она щипала травку и цветы, конечно, тоже. По утрам она давала своей дочке рыжей телке уроки хороших манер и учила ее мычать и отличать хорошую травинку от плохой. А потом она еще пережевывала жвачку. Слово, у нее было очень много дел и не было ни одной свободной минуты. И она думала только об одном. Как бы ей справиться со всеми своими важными делами? Но вот однажды ночью, тихой ночью, Когда звезды были похожи на одуванчики в небесах, А приличным коровам давно полагалось спать, Рыжая корова вдруг вскочила и пустилась в пляс. Да-да, она пустилась в пляс, И плясала она просто замечательно. То она плясала польку, то вальс, то матросскую дживу. Едва успев закончить танец, корова начинала другой, А в перерывах она еще кланялась и делала реверации. Неудивительно, что под утро ей захотелось отдохнуть, Но оказалось, что она не может перестать танцевать. Она танцевала утром, танцевала днем, Танцевала вечером и на следующую ночь. И когда она уже станцевала все танцы, Какие есть на свете, Она начала выдумывать и тут же танцевать новые, Каких на свете нет и не было. Так прошла неделя, А корова не пила, не ела, не спала, А все танцевала и не могла остановиться. Я больше не могу. Я должна пожаловаться королю. Должна. До свидания, моя милая дочурка. Я скоро вернусь. Всю дорогу она протанцевала. И танцуя, поднялась она по широкой лестнице К самому королевскому трону. Секретарь, сколько законов я сочинил сегодня? Семьдесят два, ваше величество. Неплохо. Закон номер семьдесят три. Король чуть не свалился с трона. Что это? Корова, ваше величество. Сам вижу. Яичный слепой. А почему вы так скачете вернитесь? Перестаньте, а то у меня голова кружится. Никак не могу перестать, потому-то я и пришла к вашему величеству. Я танцую уже вторую неделю. Помогите мне. Я не пью, не ем и не сплю, а только танцую. Король посмотрел на корову, глубоко задумался, потом посмотрел на нее еще раз и опять глубоко задумался. Дураки разоделись в пух и прах и толпитесь тут у трона бестолку. Разве вы не видите, что у нее на рогах падучая звезда? И тут все увидели падучую звезду. Чем больше на нее смотрели, тем ярче она разгоралась. Это она и заставляет вас танцевать, сударыня. Итак, повелеваю немедленно снять с рогов этой дамы падучую звезду, чтобы она могла перестать танцевать и смогла прилично позавтракать. Первым бросился выполнять королевский приказ главный придворный. Он изящно поклонился корове и, поплевав на руки, ухватил звезду. Но она не поддавалась. За главного придворного ухватился другой, за другого — третий. И вскоре все придворные принялись изо всех сил тянуть звезду, словно репку. Они тянули до тех пор, пока не повалились друг на друга. Но звезда и не пошевельнулась. Секретарь, повелеваю посмотреть в энциклопедии, что следует делать с коровами, подхватившими на рога падучие звезды. Секретарь достал из-под трона огромную книгу и принялся легкорадочно перелистывать страницы. Ничего нет, Ваше Величество. Есть только про корову, которая прыгнула выше луны. Позвольте, Ваше Величество, я... Ну, просто так, на всякий случай, прочитаю стишки. Правда, их знает каждый ребенок. Послушайте сказочку «Выше луны». Корова подпрыгнула выше луны. Боюсь, что не скоро появится снова такая прыгучая чудо-корова. Прекрасно! Именно так вам, сударыня, и надлежит поступить. Подпрыгните выше луны, это вам, наверное, поможет. Ваше Величество, Ваше Величество, разрешите мне напомнить, я приличная, благовоспитанная скотина. Я никогда не прыгала. И я не уверена, что прыгать, тем более выше луны прилично. Ну, как хотите. Больше ничем не могу вам помочь. Решайте и побыстрей. А то мне пора к Бродобрею, а он не любит ждать. Но тут корова вспомнила про вкусные одуванчики, про свою одинокую дочку-телку. Вспомнила о том, как она устала. «Я попытаюсь, Ваше Величество». И корова, сделав реверанс, направилась в сад. «Раз, два, три!» Скомандовал король. И корова прыгнула. Прыгнула изо всех сил. Земля сразу оказалась далеко внизу. А корова взлетала все выше, выше, выше. Звезды проносились мимо. Яркие лунные лучи слепили ее так, что она зажмурилась. И, пролетая над луной, она почувствовала, что падучая звезда легко соскользнула с ее рогов. А в следующее мгновение она уже важно и неторопливо шагала по своему родному лугу, пощипывая сочные лютики и одуванчики. А навстречу ей с радостным мычанием бежала ее маленькая дочка. Так она зажила по-прежнему, как подобает приличной, достойной корове. Но иногда... Иногда она вспоминает о том, как она танцевала когда-то. Она начинает беспокоиться и реветь без всякой, видимой, причины. И тогда она снова отправляется в путь. Она что-то ищет, ищет. Хотите знать, что? Она ищет свою звезду. Ведь она знает, что падучие звезды не падают дважды на один и тот же луг. А я знаю, зачем она пришла в наш переулок. И я знаю. Она ищет свою звезду. Джейн, я вижу, твое ухо прошло. А ну, немедленно спать. Ребята мгновенно улеглись. Но и засыпая, они очень-очень хотели, чтобы рыжей корове удалось найти свою звезду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова